В порту Курык сегодня начал работать автомобильный паромный терминал. Там теперь смогут принимать с паром и с фурами. Всего в порту планируют обрабатывать до 6 миллионов тонн груза в год. Ольга Золотых о презентованном сегодня масштабном казахстанском проекте расскажет подробнее. До 20 тысяч автомашин в год сможет принять порт Курык и это позволит разгрузить Актауский мурпорт. Строительство нового автомобильного паромного комплекса в порту Курык началось в прошлом году, когда в порт Актау хлынул поток фур из Турции, Украины и Грузии. Тогда еще единственная морская гава не справлялась с таким количеством грузов. Паром на Хичевань уже практически загружен. На подходе профессор Гюль. Все движения кораблей, постановки паромов к причалам и их обработку регулируют вот здесь, в диспетчерской морского порта Курык. С середины ноября на железнодорожном паромном комплексе открыли еще один причал. Обрабатывать можно одновременно по два парома. С сегодняшнего дня введена в эксплуатацию и автомобильная составляющая паромного комплекса. Она также рассчитана на обработку сразу двух паромов с фурами. То есть все условия будут созданы для того, чтобы автофуры с водителями, с проводниками с Украины, с Турции, с других регионов Европы могли спокойно сюда приезжать, выгружаться. Всем необходимым порт Курык будет снабжать. Будет специально создана зона таможенного оформления для автофур. Морвокзал будет тоже. Расширение инфраструктуры позволило пригласить на работу больше сотрудников. Большая часть принята по региональной программе Жанна Серпын. Среди них и Тальман Мадис Аркулов. Я считаю, это очень хорошо, когда открываются новые производства и новые рабочие места. У нас есть возможность получить новую профессию, зарабатывать и обеспечивать свою семью. Эксплуатация двух железнодорожных и двух автомобильных причалов позволит обрабатывать грузы в объеме 6 миллионов тонн в год. Уже сегодня в порту Курык вышли на показатель 1 миллион 300 тысяч тонн. А к концу года он увеличится до полутора миллионов. Ольга Золотых, Ренадус Алиф, итоги дня, Мангисталская область.